Департамент уголовной и исполнительной системы Кустанайской области просит областной КИМАТ выделить государственный социальный заказ для неправительственных организаций, для того, чтобы они могли работать заключенными и бывшими осужденными. В 2018 году такого лота в гостендере не оказалось. Совместно с юридором Кустанайом была сформирована техническая спецификация для реализации государственного социального заказа. Затем департамент уголовной и исполнительной системы обратился еще в ряд ведомств, но и в них получили отказ. Вот они предлагают сами, в принципе, господин Мусин уже об этом говорил. Надо посмотреть, кому ближе этот лот, и надо посмотреть, если такая необходимость есть, это, в принципе, она, наверное, есть, если они так говорят, социальное право. Надо будет посмотреть, какой НПО сможет сделать это. Это раз. Второе, может лот немножко изменить, может он по-другому звучать, но самое главное, чтобы эффект от него был. Но самое главное, тут это занятость, занятость этих людей. Что касается трудоустройства бывших заключенных, то, согласно официальной информации, в начале года на учете по трудоустройству стояло 45 человек. Еще 231 прибавились в течение года. Из них 57 человек отказались от предложенной работы, а постоянные места получили 46 человек. Ни один человек у нас нет трудоустроен в таких регионах, как Сароколь, Мендыгоринский и Наурзумский. Хотя там количество таких людей очень низкое. В Наурзуме, например, 1. Ниже среднеобластного показателя у нас. Это 45,1%. В Корабалыхском 9% всего. В Павлюкольском 9%. В Жангельгинском 33%. И в городе Кустанай 31,8%. Также сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы Кустанайской области обратились к заместителю Акима области с просьбой открыть в регионах небольшие общежития для временного проживания освободившихся из мест заключения. Мараджан Дубаев просьбу поддержал, как собственно, и вопрос по расширению списка получаемых профессий для бывших осужденных. Хамзон Арпиисов и Татьяна Калюжная, РТН.